Приветствую всех на нашем первом видео, посвященном обзору правил Ереси Хоруса Age of Darkness. Сразу хочу обратить ваше внимание на несколько особенностей. Правила Ереси основаны на правилах Вархаммер 40 тысяч. Вы командуете Легионом, а не Орденом. Легион, в отличие от Ордена, может насчитывать десятки, даже сотни тысяч регионеров со старта с подкомандованием Примарха. В то время как в Ордене численность космонесанников не превышает сотню легионеров. Компания Forge World разрабатывала правила несколько лет, поэтому правила Ереси считаются более сбалансированными. Компания Forge World выпустила несколько книг, посвященных Ереси Хоруса. Каждая последующая книга правил описывает одно из важнейших событий того времени. Например, Истван 3, Истван 5 и так далее. Также последующие книги обычно добавляют новых воинов для выпущенных регионов. Или же открывают нам новые легионы со своими спецюнитами и специальными правилами. Совсем недавно компания предоставила нам хронологию событий, начиная с 2 на 3 и заканчивая битвой за дворец. Помимо основных правилов, в каждой книге присутствуют свои правила на компанию. Мы начнем свой обзор с первой книги, называемой Предатель, в которой описываются события из 2 на 3. Соответственно, мы будем рассматривать правила компании Истван 3, а также будем делать обзор сторон конфликтов, участвующих в этом событии. Итак, перейдем же к обзору книги правил. Как мы видим, в книге присутствует своя схема организации войск, а также своя таблица союзников. Союзники представлены на лице различных легионов, а также имперской армии и механиков. Уровни союза мы будем рассматривать в последующих видео, так как там есть свои особенности. Специальные правила для эпохи Ерюси. И первое специальное правило это легион Астартес. Юниты с этим специальным правилом всегда проходят перегруппировку по нормальному лидерству. Кроме того, воин с этим специальным правилом получает особенности и новые умения своего легиона. Это зависит от того, каким легионом вы играете. Например, у легиона Железных Рук особенности, распространяющие на всю армию, отличаются от особенностей армии Имперских Кулаков. Тут важно отметить, что воины, имеющие специальное правило, получают не только улучшения и особенности своего легиона, но также минусы, что отражает прянство или характер легиона. Те, кто все время полагается на защиту, вырастают слишком самоуверенными. На мой взгляд, данное специальное правило очень интересно тем, что позволяет раскрыть характеры и особенности игры за определенные легионы. Например, спецправила Железных Войнов раскрывает их мастеров осадного дела, в то время как правило Пожиратель Миров прямым текстом говорит нам, что это мясники ближнего боя. Следующее правило это Кузнец Войны. Обычно ими являются мага с механиком или же лорда Кузни или техмарины и космодесанты. Данное спецправило гласит, если лорд Кузни находится в базовом контакте с поврежденной техникой, то в свою фазу стрельбы он может попытаться подчинить эту технику или поврежденное оружие. Для этого нужно бросить кубик. Если выпало 5 или больше, то на выбор лорд Кузни может сделать следующее. Восстановить единицу потерянного здоровья, восстановить поврежденное оружие или отменить правила команды иммобилизованных. Если поврежденное оружие было восстановлено, то в следующую фазу стрельбы он может стрелять как обычно. Данная книга правил дает нам возможность поиграть такими воинами, как примархи. И примархи имеют следующие специальные правила. Независимый персонаж, вечный воин, страх, адамантимая воля, подвижный, бесстрашный, оно не умрет. И новое правило Мастера Легиона. Помимо этих правил, у каждого примарха есть свои особенности, но эти правила общие для всех примархов. Рассмотрим же подробнее правила Мастера Легиона. Легионы космического десанта это огромные колосы войны, чьих сверхчеловеческие войны числяются десятками, даже сотнями тысяч бойцов. Легион во всеоружии зрелище устрашающее. Он способен стирать с лица планет целой цивилизации, но уже там смертоносных способов. Грубой силой и числом. Волнами бронированных атак, смертоносными осадными машинами и сокрушительными неосновимыми атаками с низкой орбитой. Отдельные методы уничтожения врага применяются только под надзором членов Верховного командования Легиона. И каждый дает десятилетия опыта и требует тактической интуиции для сокрушения врагов человечества. Наиболее распространенные составы развертывания оперативных сил Легиона, космического десанта, перечислены в списке войск. Однако в Легионах существуют другие формации и тактические приемы. Все они описаны в специальном правиле обряде войны. В вашей армии воин с этим специальным правилом может быть только один. Только в случае, если численность вашей армии составляет тысячи и более очков. Также модель с этим специальным правилом может взять командный отряд. Если вашего и начальник обладает специальным правилом Мастера Легиона, то при броске кубика по таблице качества и начальника, он может повторно бросить кубик и выбрать из двух значений наиболее подходящий мой результат. Самое главное, Мастер Легиона может выбрать один обряд войны, который влияет и может изменить общую схему организации войск. У каждого Легиона есть свой индивидуальный обряд войны, но мы рассмотрим общие, которые могут быть использованы любым Легионом. И первый обряд войны – орбитальное нападение. Эффекты от него следующие. Все ваши ВВ-войны, которые имеют специальный приданный транспорт Рина, могут заменить его на дроп-под. Дроп-под будет считаться приданным транспортом. А также все дреднауты вашей армии могут использовать дроп-под как приданный транспорт. И дреднаут-контемптор может использовать дредклауд-дроп-под как приданный транспорт. Все терминаторы вашей армии получают специальное правило дип-страйк. Однако каждый обряд войны имеет свои ограничения. И у этого обряда войны ограничения следующие. Воины, которые не могут дислоцироваться с помощью дип-страйка, и которые не имеют приданный транспорт, который можно заменить на дроп-под, не могут быть взяты в вашу армию. Также вы не можете взять фортификацию союзного подразделения. Второй обряд войны называется бронированный наконечный копья. Все ваши воины в армии, которые имеют приданный транспорт Трина, могут заменить его на ландрайдер Фобос или ландрайдер Протей. И он будет считаться как приданный транспорт. Танковый шок получает минус 1 к лидерству на пенальти. Ограничения следующие. Все ваши воины, пехоты, которые имеют в правилах приданный транспорт, в начале игры должны быть внутри этих транспортов, или внутри любого другого транспорта. Если все ваши танки были уничтожены, то противник получает дополнительные очки, как за выполнение второстепенной задачи. Вы не можете брать фортификацию союзного подразделения. Обряд войны Ярость Ангелов Все модели с прыжковыми ранцами получают специальное правило Hit and Run, в том случае, если у них еще нет этого правила. Любой воин, который может взять Рина как приданный транспорт, может заменить его на штормового орла, который будет являться приданным транспортом. Ограничения. Только воины с типом прыжковыми ранцами, скиммеры и джетбайк могут играть в игре. А также те воины, которые находятся внутри скиммеров или флайеров. В этом обряде войны вам нельзя брать юнит с типом танк. И также вы не можете пользоваться фортификацией союзных подразделений. И последний обряд войны в честь легиона. Все отряды терминаторов и ветеранов приходят в трубцу. Командное подразделение может взять Лендрайдер, Протей или Фобус, как приданный транспорт. Ограничения такие. Если все ветераны и терминаторы были уничтожены, то ваш противник получает дополнительное очко, как за выполнение вторичных задач. Вы также не можете взять фортификацию союзных подразделений. Рассмотрим же таблицу качества военачальника. На единице черная душа. Военачальник стер с лица вселенной многие виды и даже цивилизации, что оставило незагладимый след на его душе. Военачальник и любой юнис с правилом легиона со статус, которым он присоединяется, получают правило страх. На два тактический гений. Военачальник настолько развил свое тактическое чутье и умение управлять армией, что может переиграть на поле битвы любого оппонента. После того, как обе армии расставились, но до того, как решено, кто именно будет ходить первым, военачальник может переставить один любой юнит в пределы зоны расстановки. Таким образом можно увезти или вывезти из резерва отряд. На три сжигатель. Военачальник бесчисленное число раз командовал зачисткой миров от Ксеноса, сталкивался с безмножеством вложивых форм, сжигая их логово дотла. Военачальник выбирает D3 юнита, который помечается до начала игры. Шаблоны оружия в этих юнитах приобретает спецправила Шред. На четыре славный рыцарь. Военачальник является отображением идеала в отваге и умении вести бой для своих бойцов, вставляя бойцов одним только своим присутствием сражаться лучше. Военачальник становится бесстрашным, а также он и любой отряд с беспецправилом легиона Састартес, находящийся среди дюймов от него хотя бы частично, добавляет плюс один к определению результата ближнего боя. На пять гуляющие в пустоте. Военачальник провел всю свою жизнь на космических кораблях, бороздящих отдаленные торговые пути, и долго наблюдал за черной пустотой, царящейся за бортовыми иллюминаторами. Военачальник получает вецправила адамантиевая воля. Вдобавок к этому, любой выбранный отряд пехоты получает правило глубокий удар. И последнее, шесть, дитя Терры. Военачальник видел зарождение Великого Крестового Похода, и стал ветераном после многих битв, сражаясь с полубогами из легенд. Военачальник, любой отряд, которому присоединяется с правилами легиона Састартес, получает возможность перебросить все единицы в пробитии в ближнем бою. На этом наш обзор подошел к концу. В следующем обзоре мы рассмотрим гиды подразделений, общий для всех легионов.